Всем привет и добро пожаловать на канал Соколплейс. Сегодня 29 августа. Нам ввели трехнедельный ивент под названием Охота за арбузами. Что ж, давайте коротко пройдемся по этому. Существует два вида семечки как в классическом варианте. Семечка арбуза простой 25 нектаров. Семечка сладкого арбуза 70 нектаров. Внешний вид вы их видите. И чем лучше арбуз, тем лучше с него дробь, конечно же. Для тех, кто не помнит или не знает, как говорится, поясню. Пять удачных попыток, огромный превосходный арбуз. Четыре, просто превосходный. Три и меньше, завядший. Все легко и просто. За один нектар вы можете купить оружие ивентовское, которое вам может в дальнейшем пригодиться. Нектары у нас фармятся с мобов и также награды с арбузов. Но вы арбуз не получите, пока не нафармите определенное количество. Кормить надо арбуз, как вы поняли, пять раз. Пять нектаров. Касаемо наград. Что хоть сказать. В целом они, грубо говоря, в каждый запихали оружие тени. Псои, прессы, самосветы ранга R, кристаллы ранга R и прочее. Так что буду останавливаться на самом основном. Отличительные черты. Самый простой завядший арбузик вам может дать. Кольцо Баюма. АК. Простой Сакин. Оружие тени, конечно же. Благолки R до R95. Сила гигантов. Самосветы ранга R. Блес ТП. И Брест. Все легко и просто. Нудки производственные, это фигня. Из превосходных. Тарас, конечно же. Валик. И Балес Закин уже. Белев, конечно же. Лилит и Орфин. Душевный. Также бутылка души Френтезы. Энергия разрушения, слиток тени. Сундуки со снаряжением R95 и R. Также ПВЕ камешек в доспех. Благолки от R до R99. Также Краски Ветра с 1 по 4 уровень. Остальное, как я говорил, Сил Гигантов, Кристаллы, Рангер и прочее. С огромных, то есть 5 из 5, уже Талисман Позолоченного Дерева, Талисман с 7 печатей. Оружие Кровавого Хелиуса, Камешек Кровавого Хелиуса. Червь, конечно же. Настойка с Тарасом, Валиком. Удача, Кулон. Призывной камень от 88 по 99. Слиток тени, энергия разрушения. Благолки, опять же, такие же. Но при этом добавилось к этому всему сундуки со снаряжением от R до R99. Также Бресс, конечно, Псой. А, Псой убрали, наконец-то, в самом большом. Сил Гигантов, конечно, кусочек души бутыли Баюма. И Краски с 1 по 5 уровень. С сладких завядших получается у нас сундук сразу Кровавого Хелиуса. Ты можешь выпасть камень Кровавого Хелиуса. Анаким, Лилит, Баюм, АК, все так же. Удача, призывной камень, 8-8. И по восходящей пошло. Энергия разрушения, слиток тени. Ушки тени, конечно же. Но при этом тут уже изначально сундуки со снаряжением от R до R99. Благолки аналогичны R до R99. Краски ветра с 1 по 5 уровень. Осколки бутылей АК. 10 кристаллов самосвета Франгер, конечно же. Бресс, Псой, Сил Гигантов. Из превосходного сладкого арбуза Энергия 7 печатей. Это охренительная вещь. Слияние на 7 печатей. Дальше. Сундук с оружием Хелиуса, конечно же, Кровавого. Сам усилющий камень Хелиуса Кровавого. В пушку на этот раз. Тарас, Волок, Блес, Закин. Бутыль Фринты, бутыль АК. Кулон удачи. Призывной камень уже 9,3, 9,8. Остальное почти что без изменений. Единственное, что добавляется. Осколок души Валика Тараса. Остальное, ребят, без изменений. Только увеличение количества наград идет. И самый большой, самый эффективный. Опять же, Тальсман позолоченного дерева. Энергия 7 печатей. Кровавого Хелиуса. Сундучок. Кольцо Начало. Линвиор. Черепь. Конечно же, кажется без него. Дальше, скорее всего, тут должно быть оружие темного Хелиуса. Потому что Кровавый Хелиус дважды повторяется. Усиливающий камень Кровавого Хелиуса. Бутыль Тараса Валика готовая. Призывной камень 9,8, 9,3, 9,8. Остальное без изменений. Но теперь Р-ный сундук со снаряжением пропадает. Остается Р-95 и Р-9,9. Ну и добавляется у нас камень Духа для головного убора. Ну и бенир третьего уровня. Мы же о нем всю жизнь мечтали, ребят. Ну и добавили внешки. Насколько я понимаю, камень обработки пляжного купальника, он временный, насколько я понимаю. Но он стоит от 20 нектаров и 500 тысяч, говорю, 500 миллионов адены. Также купальник очарования и соблазна. То есть вот так. Есть бессрочные шляпки, которые стоят 10 нектара и 100 миллионов. Это соломенный яркий пляжный убор. Ну и, конечно же, тоже, скорее всего, временная, потому что не написано бессрочно. Это мужской и женский купальный костюм первого-второго типа. Стоимость 10 нектаров и 100 кака. То есть 100 миллионов денег. Внешний вид раз, внешний вид два. На очаровательные нету, как вы видите. Только добавили ссылочку. Шляпа соломенная и яркий головной убор. Трехкратное выпадение... Точнее, трехкратное увеличение выпадения нектара у нас с 6 до 2 часов по Москве. Так что фармить можно долго. Мафр не влияет на упадение. Понятненько. То есть вот такой момент. То есть все мечтали о ПВЕ-контенте давным-давно, на котором может что-то заработать, где-то что-то навариться. Вот он. Фарм, фарм, фарм. Как раз под осень, когда уже все приезжают с отпусков и все такое. То есть, в принципе, в тему давно пора. Зато не пополнение игрового магазина и то радость. Так что, такие дела. Ну что ж, давайте на этом будем завершаться. Вот такой был кратенький обзорчик всего этого ивента. Посмотрим. Может повезет и сниму полную версию, так сказать, как я ее реализовал. Но это посмотрим. В зависимости от времени, как получится. Ну что ж, с вами буду прощаться. А с вами был Дмитрий. Увидимся. До следующих встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok